Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Я получила очень много запросов от вас приготовить кабачковый торт. Ну что ж, ваши просьбы исполняю. Сегодня у меня вкуснейший кабачковый торт. Список необходимых ингредиентов вы видите перед собой на экране. Приступаем! Первым делом кабачки натираю на крупной терке. Кабачки предварительно я помыла. Я их не очищала от семян, так как они у меня молоденькие. Если у вас кабачки не молоденькие, обязательно очистите от семян. Далее кабачки солю. Добавляю примерно 2 чайные ложки соли. Ровные чайные ложки. Все перемешиваю. Перекладываю кабачки на сито. И оставлю их в таком состоянии примерно на 15-20 минут. А тем временем мелко нарежу лук. Я использую зеленый лук. Можно использовать обычный репчатый лук. Также мелко нарублю укроп. Прошло 15 минут и кабачки выделили очень много сока. Прижимаю их ложкой, чтобы вышло больше сока. Кабачковый сок сливаю. И перекладываю кабачковую массу в миску. В кабачковую массу добавляю лук и укроп. Черный перец примерно пол чайной ложки. И пропускаю чеснок через пресс. Добавляю яйца. И массу перемешиваю. Теперь осталось добавить муку. Сначала я добавляю 4 столовые ложки с горкой муки. Перемешаю. А затем добавлю еще 2 столовые ложки. Но не советую вам добавлять сразу 6 столовых ложек. Как у меня в рецепте. Потому что кабачки у всех разные. Разных сортов. С разным степенем водянистости. Поэтому нужно смотреть по самому тесту. Возможно вам понадобится 6 столовых ложек. А возможно 5 или даже 7. Тесто не должно быть жидким. Оно должно быть достаточно густым. Как на оладьи. Сковороду я смазала очень малым количеством растительного масла. Выкладываю массу для кабачков. Разровняю ее. И буду выпекать как обычные блины. До золотистости с обеих сторон. Сковорода у меня достаточно большого размера. И из этого количества кабачковой массы. У меня получается 4 больших коржа. Если у вас сковорода поменьше. Естественно коржей у вас будет больше. Готовые коржи выкладываем отдельно на тарелку. Для одного коржа одна тарелка. Коржи мягкие. Поэтому не советую складывать один на другой. Для соуса. В миску добавляю майонез. И затем натуральный йогурт. Если у вас нет натурального йогурта. Берите сметану. Мне очень нравится версия именно с натуральным йогуртом. Потому что кабачковый торт получается очень легким и не тяжелым. Туда же добавляю чеснок пропущенный через пресс. Количество чеснока вы можете регулировать по своему вкусу. Также добавляю мелко нарубленный укроп. И немного черного перца. Все перемешиваю. Теперь добавляю сыр. У меня это смесь сыров. Но вы можете добавить любой твердый сыр. Натертый на мелкой терке. Или на крупной терке как у меня. С любым сыром будет вкусно. Все перемешиваю. Перемешиваю. Помидоры нарежу кружочками. Коржи немного остыли. И теперь осталось собрать торт. Каждый корж смазываю соусом. Сверху укладываю помидоры, нарезанные кружочками. Не советую вам нарезать помидоры мелко кубиками, потому что они могут потом выпадать из торта. И теперь маленький секрет. Чтобы коржи не ерзали и торт хорошо нарезался, помидорки сверху чуть-чуть смазываю соусом. Совсем капельку. И накрываю другим коржом. Далее процедуру повторяем и оставляем чуть-чуть соуса для верхнего коржа. Вот такая вот красота у меня получилась. Я дополнительно еще взяла тертый сыр, мелко нарубленный укроп и один помидор и украсила торт. И сейчас покажу я вам, как выглядит торт в разрезе. Посмотрите на это вкусное, сочное летнее лакомство. Обязательно готовьте, я уверена, вам понравится. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего летнего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.